Ну, вы знаете, на мне лично отразилось, у меня был очень смешной эпизод, когда только, ну вот, стал ползти этот курс, а мы с лета заказали путевку, мы ездили в Германию в декабре. Ну, вот в этом декабре ездили в Германию, там, в зимний лагерь кататься на лыжах, и там дети немецкие, русско-немецкие, русские, ну, российские, из разных других стран, собирались, там была программа, мы знакомились с католическим рождеством европейским, ну, то есть была целая программа на неделю, и в том числе мы катались на лыжах, это мы ездили в Альпы, там, недалеко от Гренау. И путевку я заказала, я платила, там, основные траты какие-то, еще в летом, когда был нормальный курс. И к моменту, когда нам ехать, а я за работой, за тем, за тем, я, конечно, знала, что все повышается, но в какой-то момент я упустила. И когда уже я чухнулась, евро стоил там 95-8, что-то еще, и я помню, что я посмотрела, зашла в Сбербанк, посмотрела и подумала, я не буду покупать, ну, вот я реально не буду покупать, потому что это абсурд. Ну, то есть, просто он подорожал больше, чем в два раза, да, и вот сейчас идти менять эти деньги, понимать, что ты все теряешь, и все-все. Я помню, я посадила дочку, говорю, Лес, Мария, мы поедем. Я говорю, ну, давай так, сейчас в стране кризис, я говорю, очень сложная ситуация, но просто давай решим, либо мы не поедем, ну, мы потеряем те какие-то деньги уже, которые мы заплатили, либо мы поедем, но мы там не будем покупать ни мороженое, я не буду пить кофе, мы не будем ходить развлекаться, то есть мы вот будем делать то, за что мы заплатили уже, то, что у нас по программе. Я говорю, это будет, ну, для нас, наверное, как-то сложно, но либо так, либо никак, потому что я не, там, ну, не знаю, как оценивают люди, но я не очень богатый, в принципе, человек, и поэтому я не могу позволять себе какие-то такие несоизмеримые, неадекватные, да, траты. Я понимаю, что, ну, я прям человечески не могу сейчас взять и купить, там, эти, там, какие-то тысячи евро, которые в два с половиной раза практически выросли. И мы, у меня были какие-то, у меня не было отложено много, у меня было, по-моему, там, может быть, 300 евро максимум, что у меня была какая-то сумма. И я вам могу сказать, что мы поехали, вот я так себя настроила очень жестко и точно. Конечно, у нас там была программа, мы там не голодали, понятно, что, ну, как бы, как-то все это было, но я могу сказать, что мы потратили очень мало. Дочка, конечно, сказала, поедем, поедем, хочешь, вообще не будем есть, хочешь, ничего не будем, все, в общем, поехали. Ну, значит, поехали, но я могу сказать, что я, которую люблю купить все магнитики, все закладочки, все книжечки, ну, то есть, сувенирчики, ну, я очень люблю тратить деньги, очень. То есть, это вот для меня прямо, я одежду всегда себе во все влезу, знаете, то есть, я прям любительница потратить. И я ехала с грустным чувством, думаю, ну, вот зачем я еду, если ты, ну, вот, как бы, это же тоже как-то. Ну, знаете, нет, оказалось, что все зависит вообще от того, как ты себя настроишь. Вообще, на самом деле, человеку не так много надо, в общем-то. Я как-то себя, видимо, правильно перезагрузила, мы съездили замечательно. То есть, я привезла, может быть, ну, какие-то там один сувенир, какой-то колокольчик подружки, она их коллекционирует, не смогла не купить за 5 евро. Отслюнявила прямо с напряжением, но думаю, ладно, и что-то, и Лиза себе купила одну маленькую куколку, все. Вот мы съездили, ну, как бы, была наша новогодняя поездка, понимаете, я поняла, что можно пить кофе, там, один раз в день, например, на завтрак, и все. Я поняла, что вполне можно, там, вместо каких-то развлечений и чего-то еще, почитать книжку вместе с ребенком и, там, не знаю, порисовать, или просто погулять побольше и так далее. То есть, оказалось, что все не так страшно, хотя я была сконфужена в первый момент, там, несколько дней я была прямо в каком-то трансе и неловкости. Как это было неловко, глупо, как это нищета, прям нищета у меня внутренняя была. Но я понимаю, что, наверное, все равно у всех разные подходы, разные доходы, разные возможности, есть семьи очень большие, с очень маленьким доходом и так далее. Тут никому не дашь каких-то общих советов. Но я могу сказать, что на меня повлиял в целом кризис, я стала пока, может быть, больше об этом думать, пока, может быть, не глобально меньше тратить. Но, вы знаете, у меня вообще просто моя какая-то жизнь, она, ну, у меня свой какой-то уклад, понимаете. Я, например, очень мало покупаю продуктов в магазинах, мы закупаем все в деревне, там, у людей, у которых свое хозяйство, там, мясо, молоко, сметану, масло, яйца. То есть, у меня, например, нет таких вот, то есть, они все равно, эти траты есть, они никогда не были дешевыми, эти продукты, но они не сильно подорожали. И, ну, я не знаю, нетрудно сказать, я думаю, что, я думаю, что, ну, наверное, нужно тоже меньше тратить. И я вот сейчас, в данный период своей жизни, я прям реально понимаю, что это, наверное, для меня тоже какой-то опыт и какая-то причина, что это поменять в своей жизни. Ну, то есть, это очень плохо, конечно, глобально, особенно для тех людей, кому действительно это всерьез тяжело, я все это понимаю прекрасно, но, ну, что теперь сделаешь, ну, я не знаю.